МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ниже. Антикорп продолжает проверку сферы здравоохранения. Депутаты посчитали, сколько денег недополучили казахстанцы за лечение. На сотни миллионов тенге помадарских фермеров обманули участники программы Сыбага. Деньги забрали, а скот не привезли. Местные власти не могут помочь крестьянам. Что делать? Расскажу вам я, Евгения Мягченко. И как пополняется золотой фонд Казахстана? Примерно 700 израильтян, 400 боевиков Хамаса, около 370 палестинцев в секторе газа убиты за последние сутки. Это официальные данные пострадавших сторон от теперь уже объявленной войны. О ней сегодня официально заявили в Израиле. Геополитическая ситуация сразу же сказалась на экономических показателях. Нефть выросла в цене. Как развиваются события на Ближнем Востоке, расскажет Иржан Утипкалиев. Первые взрывы прогремели в Израиле. Утром 7 октября боевики Хамас неожиданно начали обстрел с территории сектора газа. На временно вооруженные отряды палестинцев вторглись на территорию Израиля по суше, воздуху и морю и атаковали жителей в целом ряде приграничных населенных пунктов. В 6 утра я спал. Сегодня суббота. Выходной. Вся страна отдыхает. Вдруг я услышал сирену, взрывы. Я проверил в интернете и увидел, что есть проникновение террористов. Я вышел. Я увидел множество тел террористов, мирных жителей. Расстрелянные машины, море тел. Мы находимся в состоянии войны. Я не знаю, когда все это закончится. По данным израильской стороны, боевики исламского радикального движения не только убили сотни людей, но и похитили более ста человек, в том числе женщин, детей и стариков. В ответ авиация Израиля нанесла удары по объектам Хамас в Газе. Для этого Кабинет безопасности Израиля официально объявил военное положение. То, что произошло сегодня, никогда не наблюдалось в Израиле. И я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. За этим решением стоит все правительство. Армия обороны Израиля немедленно использует все свои силы, чтобы уничтожить возможности Хамаса. Мы уничтожим их и мы отомстим за этот день скорби, который они навязали государству Израиль и его гражданам. Белый дом проинформировал, что президент США Джо Байден направил дополнительную помощь Израилю, но не все жители поддержали это решение. Между тем, израильский фондовый рынок уже упал на 7%, а цены на государственные облигации на 3%. Аналитики ожидают, что в этот раз конфликт окажет более негативное влияние на экономику и финансовый бюджет. Ко всему прочему, из-за конфликта на Ближнем Востоке, который является важным нефтедобывающим регионом планеты, выросла цена на черное золото. Сегодня утром рост уже составил 3%. Снижавшаяся всю прошлую неделю нефть марки Brent вновь подскочила до 89 долларов за баррель. Многие страны уже призвали стороны конфликта к решению вопросов мирным путем, но эксперты не уверены, что он решится в ближайшее время. Ержан Тепкалиев, Атамикен Бизнес. Ну а тем временем 118 казахстанцев хотят вернуться из Израиля на родину. В Министерстве иностранных дел сообщили, что официально на консульском учете в этой стране состоят 77 наших граждан, в том числе 5 студентов и 30 медиков, которые находятся на стажировке в израильских больницах и клиниках. Однако, по прогнозам дипломатов, в государстве, где проходят военные действия, может находиться порядка 400 наших соотечественников. В МИДе сообщили, что в ведомство не поступало информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники казахстанцев. Что касается Палестины, то в секторе ГАЗа находится 25 семей, где живут наши сограждане. В основном это казахстанки, которые вышли замуж за палестинцев. Накануне в соцсетях распространился пост Людмилы Большуновой, где она возмущалась работой министерства и авиакомпании. Она утверждала, что «Эйр-Астана» бросила всех казахстанских граждан в Израиле. Вот как это прокомментировали в МИДе. Выражала свои недовольства только одна женщина. Она уже улетела вчера оттуда. И остальные граждане спокойно ожидают и нормально находятся в контакте с оператором «Эйр-Астаны». Более десятка наших граждан были перебронированы билеты. Другими авиалиниями они улетели. Трое еще не определились, куда они полетят, либо останутся. Некоторые решили переождать ситуацию. Давайте, уважаемые друзья, не будем опираться только лишь на один пост. Работа ведется, все под контролем. Ни один гражданин не останется без внимания. Вы помните, и в предыдущей нашей экстренной ситуации за рубежом мы вывозили всех наших граждан. Никого не оставили. И в этот раз точно так же будет. Репатриационный рейс планируют совершить уже завтра, 10 октября. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. Самолет в Израиль отправится из Алматы в 8 утра. Обратно из Тель-Авива он взлетит к часу дня по местному времени. Сейчас, по информации авиакомпании, со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета рейса. Казахстан направит гуманитарную помощь и спасателей в Афганистан, на западе которого накануне произошло разрушительное землетрясение магнитудой почти 6,5 баллов. Как сообщили в правительстве, грузы с продовольствием, медикаментами, одеждой и палатками отправят авиа и ЖД-транспортом. Также в Афганистан вылетят казахстанские спасатели, включая кинологов. Они будут помогать в поисках и спасении людей из-под завалов. К этому часу известно, что в землетрясении погибло больше 2000 человек. По данным МИДа, среди погибших и пострадавших казахстанцев нет. Казахстанцам, не застрахованным в системе ОСМС, могут запретить водить авто и владеть оружием. Об этом сообщила глава Минздрава, выступая сегодня на правительственном часе в Мажелисе. Чья это инициатива и будут ли пересматривать работу системы ОСМС? На эти вопросы ответит наш корреспондент Фариза Булатбек. Фариза, приветствую. Мадина, к сожалению, аббревиатура ОСМС. Вызывает скорее негативные эмоции у казахстанцев, чем положительные. И сегодня мы ожидали услышать от ответственных чиновников конкретные предложения по улучшению этой системы. Да, среди них были идельные. Но инициатива запретить водить авто незастрахованным в ОСМС лицам просто затмила их. Как заявила глава Минздрава, эта мера предложена, поскольку в настоящее время финансовая система не способна справиться с растущими затратами фонда медстрахования. Сама новость, судя по комментариям в соцсетях, вызвала возмущение у казахстанцев. Кто же автор этого запрета, уточнили мы у главы Минздрава. Министерство здравоохранения, изучив лучшие опыты стран, это предложение вносит. Это не принятое решение. Это вот разные предложения сейчас обсуждается. Так как пять лет закон не выполняется, и три миллиона человек остаются вне системы. Это чревато тем, что вы сегодня слышали, люди не могут получить полностью медицинскую помощь. А в каких странах такие ограничения действуют? Можете уточнить? Это развивающие страны. Вот мои специалисты стоят, они расскажут. Я замечу, что это уже второе предложение членов Кабмина, которое, как заявили нам юристы, противоречат нормам Конституции. С первым об ограничении въезда в Астану недавно выступала вице-премьер Тамара Бесенова. Правда, позже ее риторика резко поменялась. Я полагаю, что привязка оплаты ОСМС к управлению автомобилем, хранению оружия и иным другим разрешительным документам, оно незаконно, поскольку это абсолютно разные сферы законодательства. И возможность управлять автомобилем обусловлена только соблюдением правил дорожного движения. Либо оно может быть ограничено в рамках исполнительного производства, когда водитель имеет большую задолженность, уклоняется, злостно уклоняется от исполнения решения суда. Поэтому это только законные основания, на которых возможно ограничивать действия водительского удостоверения. В работе фонда соц. мед. страхования и системы ОСМС проблем достаточно. Главное из них – непрозрачное распределение средств. К примеру, сегодня стало известно, что около 2 триллионов тенге из системы ОСМС ушли не на лечение казахстанцев. Антикор уже ведет проверки в сфере здравоохранения. И, кстати, новый глава фонда заверил нас, что готов навести порядок. Я понимаю ваши вопросы на фоне чего возникает. На фоне недоверия определенной категории людей вообще к системе. Поэтому эти вопросы наверняка будут возникать до тех пор, пока обращение средств внутри фонда будет прозрачным. Пока аналитика и, допустим, решение ответственных людей фонда также будут подотчетными и ответственными. И в целом фонд сам свою деятельность должен вести на подотчетные освои. Мы к этой работе готовы. В последнее время тема здравоохранения и особенно ОСМС стала часто подниматься в депутатском корпусе. Некоторые мажоресмены даже подвергали сомнению необходимость этой системы. Во всяком случае, в нынешнем ее виде. В этой связи у нас возник вопрос, будет ли пересмотрена система и работа ОСМС. Или его заставят, где он есть. Мы не просто сегодня говорим на правительственном части, не просто критикуем, не просто показываем системные проблемы. Мы говорим о том, что выработаны конкретные законодательные поправки. И эти законодательные поправки мы готовим и будем с депутатами обсуждать, направлять на заключение правительства. Когда вы зайдете с этими поправками в парламент? Можно сроки, когда вы зайдете? Хоть депутаты и не называют конкретных сроков, источники в мажоресе сообщили нам, что поправки касательно системы ОСМС внесут уже в следующем году. Что на этот раз нас ждет, пока непонятно. Но очень надеемся, что финансовые пробелы фонда, о которых постоянно твердят сами чиновники, перестанут закрывать за счет нас, казахстанцев, Мадина. Ну, кстати, вот Фариза, я хотела спросить, ты сама часто обращаешься за помощью в поликлинику, используя страховку ОСМС? Максимум один раз в год. Ну, мне было интересно, потому что я сама хожу в платные только клиники. И вот сама не понимаю, то ли по привычке, а может быть все-таки стоит хоть раз пойти в поликлинику по прописке. Спасибо большое. На связи со студией была Фариза Булатбек. Мы продолжим. В Казахстане зарегистрировано более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса Эрис. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Исмагомбетова. Вирус относится к подвиду омикрона. Данные с сентябрьского среза подтвердили, что в стране обнаружено несколько вариантов этого заболевания. На сегодняшний день общее количество заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 500 человек. Как подчеркнула главный санврач, статистика случая в госпитализации и летальных исходов не увеличилась. Поэтому на данный момент необходимости вводить дополнительные ограничения нет. Напомню, что новый штамм Эрис в стране выявили в прошлом месяце. 25 сел упразднят в Кустанайской области. На протяжении последних трех лет в них проживает менее 50 человек. Местные власти называют села неперспективными, а потому приняли решение лишить их статуса населенного пункта. Что думают об этом сами жители, почему умирают казахстанские села и какое будущее их ждет, расскажет моя коллега Айжану Телова. Вскоре села Тастой-Зик на карте Кустанайской области не будет. Его упразднили. О некогда славном прошлом поселка будет напоминать лишь эта стела, которую местные жители установили за свой счет, чтобы хоть как-то сохранить в память у людей название населенного пункта. Официально в селе Тастой-Зик сейчас проживает 44 человека. Пенсионерка Сулушаш Ержанова родилась в этом поселке и говорит, что люди уезжали неспроста. Кроме как животноводством заниматься здесь нечем. Землю отдали, которые пассивную, рабочие, которые в этом хозяйстве работали, без работы остались. Все вот по этому вопросу уехали. Школу потом закрыли, тоже мало детей. Населенный пункт теперь присоединят к соседнему селу Бурли, которое находится в нескольких десятках километров от Тастой-Зика. В аналогичной ситуации и жители поселка Первомайская. Парадокс. Работа и дорога к селу есть, только вот живут здесь всего 29 человек, 70% из которых пенсионеры. У нас магазина нет вообще. И мы это как ее... Хлеб привозят два раза в неделю, чтобы поехать в магазин в Бурный Кот, надо машину нанимать. Сколько это стоит? Три тысячи. Аким Урнекского сельского округа Урасхан Халдаманов подтвердил, что в Первомайском беда с инфраструктурой. Поселок начал разваливаться в 90-е годы. Из-за оттока населения закрыли школу. Местные крестьянские хозяйства испытывают дефицит кадров, только вот молодежь в село не заманишь ничем. Социальное, наверное, обеспечение людей. В первую очередь, нету в этих двух... Школы детей нет, и магазины недоступны. Потом автобусы тоже сообщения нет у нас, потому что невыгодно. В селе Харакопа проживают всего 25 человек. Местные жители говорят, что упразднение населенного пункта было ожидаемым. Большинство домов стоят пустыми, и перспектив у села нет. В Харакопу звали жить семьи из трудоизбыточных регионов, но безрезультатно. Остатки вымрут людей, и все. И так же разбомбятся эти дома. Вот с юга не хотят сюда ехать. Там, говорят, перенаселение, к нам не хотят ехать. Только хорошие дома, еще в 80-е годы построили дома. И стоя в пустые. Всего в Кустанайской области упразднят 25 сел. Больше всего в приграничном с Россией Корабалыкском районе. Власти говорят, что вопрос не потребует финансовых затрат и не ущемит прав жителей. Объектов образования, медицины, культуры на территории данных сел не имеется. Энергоснабжение, связь, водоснабжение, очистка дорог будет проводиться в прежнем режиме. Насильно переселять сельчан не будут. Власти пообещали, что для жителей упраздненных населенных пунктов не поменяется ничего, кроме адреса прописки. Только вот вкладывать средства в бесперспективные села государство вряд ли будет. В приоритете райцентры, спутниковые, опорные и приграничные населенные пункты. Более 100 миллионов тенге должен государству фермер Павлодарской области за скот, который до него не дошел. Тимижан Кишев взял кредит по программе Сыбага. Оператор, получивший денежные средства, должен был доставить ирландских буренок, но вместо этого объявил себя банкротом. Фермер не единственный, кто пострадал от такой мошеннической схемы. Смог ли помочь в решении проблемы местной власти, выясняла Евгения Мягченко. В ожидании нового стада из Ирландии Тимижан Кишев построил базу, потратил на ее строительство около 20 миллионов тенге. Но прошло три года, а помещение пустует, ведь скот до фермера так и не дошел. Фермер никогда не обращался за помощью к государству и в этот раз бы не пошел за кредитом, если бы местные власти не настояли на приобретении племенного скота. Мол, нужно, чтобы район развивался, а мы вам в этом поможем. В 2020 году фермер через районное кредитное товарищество получил кредит на 85 миллионов тенге. Оператором маточного племенного скота выступила Костанайская ТО «Агрокинетикс». Но скота нет, а с процентами сумма долга составляет уже 100 миллионов тенге. Сейчас у меня ситуация очень тяжелая. У меня заблокированы все счета. Мой автомобиль арестовали и забрали на штрафстоянку. Я даже не могу продать свой скот, потому что мне не дают справки. Мне нечем платить зарплату сотрудникам. Я не могу купить корм скоту. А если буду его забивать, то не смогу продать мясо. Я в безвыходной ситуации. До этого кредита мое хозяйство развивалось и не было никаких проблем. Крестьянское хозяйство Тимиржана Кишева не единственное в области, пострадавшее от мошенников. Таких более десяти. Но фермеры решили не поднимать шум и выплачивают кредиты сами. А вот Талгат Бесимбаев согласен с коллегой. Молчать нельзя. Он также взял кредит по программе Сыбага и не получил свой скот. На сегодня сумма долга составляет 56 миллионов тенге. Во-первых, я в Акимат не обращался. Акимат мне в поле приехали. В поле меня уговорили взять вот этот кредит, сказав, что все документации мы будем сами заниматься. Вам только остается согласиться взять этот кредит. А теперь в сложившейся ситуации помощи от Акимата никакой, рассказал фермер. Недобросовестный оператор, недолго думая, объявил себя банкротом. И куда ушли миллионы кредитных средств, неизвестно. А вот на Тимиржана Кишева кредитное товарищество Байнаульского района уже подали в суд за просрочку платежей. Теперь крестьянское хозяйство нам должен по графику, по договору залога, он подписал. Теперь он не может платить, потому что у него ни денег нет, ни скота нет. Вот сегодня будем решать этот вопрос. Если сейчас районных массовых не решится, уже дальше надо идти. Вопрос на уровне района решить не удалось. Представитель аграрной кредитной корпорации уточнил, что выхода у фермера нет, кредит платить придется. Единственное, чем может ему помочь кредитное товарищество, это закрыть проценты. А так он и сам будет в течение следующих 10 лет, 12 лет, сколько у него кредит остался, он будет сам потихоньку платить. У него сейчас ситуация действительно тяжелая. Залогов нету, КРС, который должен был купить, не привезли. Остаток КРС, это чтобы он сегодня кредит закрыл, это он должен сегодня все свое крестьянское хозяйство обанкротить. Фермеры готовят петицию и поедут с ней к правительству. Считают, что только так получится решить их проблему. Евгения Мягченко, Кайрат Алпызбаев, Атамикен Бизнес, Павлодарская область. Атараусские рыбаки не могут освоить выделенные квоты. Осенний лимит по вылову рыбы составил всего лишь 10% от разрешенного объема. Причина – обмеление водоемов и резкое снижение в них рыбных запасов. Что может исправить ситуацию, расскажет моя коллега Алия Шамитова. В этом году на реке Урал разрешили выловить 4200 тонн. По Каспийскому морю – 7200 тонн рыбы. Таковы установленные государством квоты. Однако 20 местных кооперативов едва смогли освоить 10% лимита. Наши расходы по топливу вообще не оправдываются, если мы выезжаем за 50 километров от базы. Нет рыбы сейчас в реке. Может, рыба и есть где-то на взморе. Но туда мы выйти не можем. Слишком мелко. Глубина в устье реки всего лишь 15-20 сантиметров. Причина снижения рыбных запасов – обмеление водоемов. Если еще три года назад рыболовные суда сдавали улов тоннами, то сейчас едва набирают полсотни килограммов. Из-за мелководья даже на маленькой лодке проплыть сложно. Приходится разгребать, толкать. Да и рыба здесь не задержится, потому что воды практически нет. Проблема обмеления неоднократно поднималась и в Экимате. Для углубления рек в регионе разработана проектно-сметная документация. По проекту дну водоемов протяженностью 13,6 километров и шириной 40 километров планируется раскопать до трех метров. На основе ПСД будут проведены дноуглубительные работы Урала в соответствии с прямым поручением президента. Здесь будут заключаться договоры с компаниями-исполнителями в соответствии с финансами, выделяемыми из резерва. Конкурсные процедуры проводиться не будут. На весь объем работ планируется выделить около 16 миллиардов тенге. По словам специалистов, исправить ситуацию помогут не только дноуглубительные работы, но и зарыбление водоемов области. Только тогда удастся сохранить рыбные запасы и вернуть прежние объемы уловов. В Алматинской области Самрук Энерго завершил строительство и запустил в производство важнейший для развития экономики региона энергетический объект – подстанцию Кок-Озек. По задумке проект обеспечит электроэнергии индустриальную зону в Карасайском районе, где имеется дефицит мощностей. Кроме того, новая подстанция даст надежное и стабильное электроснабжение субъектам малого и среднего бизнеса и расширит возможности строительства в регионе необходимых объектов социально-культурного значения. Нехватка энергомощностей в Карасайском районе чаще всего становилась причиной слабого развития малого и среднего предпринимательства. Более того, высокая до максимальных значений загруженность, имеющаяся в регионе подстанции, приводила к частым аварийным отказам электрооборудования и перебоям в электроснабжении потребителей, в том числе объектов образования и здравоохранения. Появление тут новой подстанции Кок-Озек напряжением 110 на 10 кВт стало для всех жителей региона этаким энергетическим спасательным кругом. С учетом введения в эксплуатацию БАКАДА, ну и в целом с имеющимся спросом на инфраструктуру вокруг Алматы, в целом в Алматинской агломерации, спрос очень большой. На вот эту подстанцию уже техусловия полностью розданы. То есть там есть и жилые объекты, и как сегодня сказали, две школы есть, плюс есть табачная фабрика, есть заводы, выпускающие напитки. На объекте установлено высоковольтное оборудование от ведущих мировых производителей. Построенный энергетический узел отвечает всем современным требованиям стратегической и экологической безопасности. Строительство подстанции Кок-Озек осуществлено за счет средств АО «АЖК» компании в составе электроэнергетического холдинга «Самрук Энерго». Стоимость проекта более 2,5 миллиарда тенге. Через год, может быть, уже два, будет снова ощущаться дефицит, поэтому подстанция именно построена таким образом, что она имеет возможности к расширению. То есть мы будем готовы развивать и модернизировать, и расширять эту подстанцию. Вообще, в целом, подстанция всегда является драйвером развития. Вот если вы через лет 5 приедете в этот район, я думаю, что вокруг подстанции будут уже новые объекты, новые производства. Строительство новой подстанции началось в 2021 году и велось в соответствии с графиком производства работ. Теперь крайне важный для региона энергетический объект обеспечит надежным и стабильным электроснабжением 346 субъектов малого и среднего бизнеса, а также почти 1400 потребителей жилого сектора в районе. Подстанция позволит обеспечить возможность подключения дополнительных потребителей, тем самым создаст благоприятные условия не только для развития производства и бизнеса, но и строительства необходимых для жителей социальных объектов. К примеру, на сегодня уже получили техусловия на подключение две комфортные школы по 1500 детей в селах Кокузек и Ельтай. На протяжении трех лет в стране ведется цифровая маркировка товаров. В обязательный список входят табачные изделия, лекарственные средства и обувь. По мнению экспертов, это поможет вывести из теневой экономики многомиллиардные средства. Все это в конечном счете увеличит государственный бюджет, и потребители получат более качественную продукцию на отечественных прилавках. Согласно экспертной оценке, почти половина обуви в стране поддельная. Около 50% такой продукции – контрафакт. Предполагается, что в действительности показатели куда выше. Однако информационная система маркировки и прослеживаемости способна сделать максимально прозрачную цепочку поставки и реализации товаров, тем самым пресекая теневой ввоз и оборот обувных товаров в стране, отмечают специалисты. Маркировка дает возможность нам выявлять эти факты. Если даже этот товар заехал на территорию Казахстана контрабандным путем, мы его уже здесь, внутри Казахстана, можем его тоже уже отслеживать. То есть дает возможность не только на границе, но и внутри Казахстана выявлять эти факты. В фискальных органах отмечают, что в результате введения цифровой маркировки в Казахстане официальный импорт обуви увеличился на 13 миллионов пар. Налоговые поступления от обувных предпринимателей по итогам 2021 года выросли на 55% по сравнению с 2020 годом, а по итогам 11 месяцев 2022 года – в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем маркированных товаров за 8 месяцев текущего года составил почти 35 миллионов единиц обувных изделий. Сами эксперты по борьбе с контрафактом отмечают, что цифровая маркировка уже успешно выявляет теневых игроков бизнеса. Мы предполагаем, что новостей о контрафакте становится больше благодаря цифровой маркировке и прослеживаемости системе, которая начала подсвечивать участников теневого бизнеса. Также отмечается положительный эффект от цифровой маркировки других товаров. К примеру, в прошлом году в стране после введения обязательной маркировки было выпущено сигаретных изделий на 582 миллиарда тенге. Эта цифра на 14% выше, чем за аналогичный период. Все это позволило вывести данную продукцию с теневого оборота на сумму почти в 73 миллиарда тенге. Похожая динамика наблюдается и с электронными сигаретами. В общем, в 2022 году в госбюджет поступило налоговых акцизов от табачных изделий на 274 миллиарда тенге. За 9 месяцев 2023 года эта сумма достигла 202 миллиардов тенге. Кира Канеболодская, Дельмурат Муталипов, Нурбол Сазабеков, Атамикен Бизнес. Рай-городок – одно из самых крупных месторождений золота в Казахстане. Расположенное в Акмолинской области, когда-то это место считалось малоперспективным. Но компания RG Gold смогла доказать обратное. Как предприятие достигает высоких показателей, узнавала Бота Ипрагимова. В Казахстане среди моно-месторождений рай-городок занимает третье место по запасам золота. Но так было не всегда. Первичная георазведка в 1996 году не дала особых результатов. И лишь спустя 12 лет и благодаря инвестициям акционеров в георазведку стала возможной постепенная добыча руды. В 2018-м разведка показала 108 тонн драгоценного металла. И это в три раза больше ранее заявленного показателя. Теперь все добытое здесь золото будет пополнять золотовалютный резерв страны. Наша годовая производительность составляет 5 миллионов тонн руды в год. В среднем мы выпускаем 6 тонн золота готовой продукции. В среднем годовом выражении мы перемещаем порядка 14 миллионов кубометров горной массы. И в среднем добываем от 5 до 6 миллионов тонн пруды. На этом RG Gold останавливаться не собирается. Предприятие рассчитывает на увеличение сырьевой базы и, как итог, дополнительный выпуск золотой продукции. Сейчас месторождение состоит из двух карьеров – северного и южного. В перспективе планируется разработка участков Новоднепровская, Шарык и Центральный рай-городок. План уже мы с перевыполнением по 26 число у нас из 14 миллионов мы уже выполнили 11 миллионов 500 тысяч. В принципе, уже, считайте, за 9 месяцев, еще 9 месяцев не закончится. Это уже хорошие показатели. Сам завод, который может перерабатывать 5 миллионов тонн руды, начал работу ровно год назад. Компании потребовалось всего 18 месяцев для строительства современной инновационной фабрики. Стоимость проекта составляла 425 миллионов долларов. Для его реализации был привлечен Банк развития Казахстана, специализирующийся на финансировании крупных проектов, обрабатывающей промышленности. Банк Разит Казахстана себя показал успешным и долгосрочным партнером для ряда крупных инвестиционных проектов. Мы рады тому, что в свое время Банк Разит Казахстана одобрил финансирование нашей компании. Помимо самой фабрики, проект включает обустроенное общежитие для сотрудников, спорткомплекс и места для досуга. Всего на фабрике работает более 1200 человек. Больше половины из них – жители ближайших поселков. Каждый год компания выделяет до 100 миллионов тенге для социальной поддержки развития региона. Чтобы минимизировать влияние добычи руды на качество воздуха, в компании реализуется уникальный проект – создание фитобарьеров с высадкой в 2024 году более 4 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников с северо-западной стороны месторождения. Бота Ибрагимова, Ерван Сарманов, Атамикен Бизнес. К этому часу все новости. Оставайтесь вместе с Атамикен Бизнес. Всем хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok